Чтобы получить что-то, нужно научиться жертвовать чем-то другим. Фраза великого шансонье Шарля Азнавура. Родился артист в Париже 22 мая 1924 года, армянин, сделавший многое для мира искусства и для своего народа. Шарль посвящал песни своей исторической родине и относился к ней с особым трепетом. Одним из мировых шедевров стала песня «Pour tu Armini» «Для тебя, Армения». Он также основал благотворительную организацию для помощи пострадавшим во время землетрясения в спитаке. В честь маэстро была названа площадь в Ереване. Будущий певец, композитор и актер рос в творческой атмосфере. Оба родителя были артистами. Мама играла на сцене нескольких парижских театров, отец пел в оперетах. Уже в пять лет Шарль дебютировал на сцене, играя на скрипке. Спустя три года мальчик исполнял перед зрителями русские танцы и пел в капелле одной из церквей. Искусство приносило больше удовлетворения душе, но не материальную ценность. Поэтому семья Азнавуров содержала маленький армянский ресторанчик, где трудились все – и взрослые, и дети. На экранах Азнавур появился уже в эпизодах нескольких фильмов, когда ему исполнилось 12 лет. Уже в середине 1950-х годов Армянин отправился на гастроли по Северной Америке. После возвращения он заключил контракт с самыми известными французскими концертными залами. В 1965-м на свет появилась новая песня Азнавура «Le Bohème», закрепившая мировую известность автора. В центре композиции – история художника, вспоминающего годы юности. В 2013 году с российской знаменитостью Полиной Гагариной была записана песня «Ты и я» из одноименного альбома 1995-го года. Шарль Азнавур с удовольствием посещал Россию, радуя поклонников с сольными концертами. Кинематографическая биография Азнавура – отдельная глава его жизни. В течение многих лет Азнавур продолжал появляться на экранах фильмов. Я провел собственные исследования и считаю, что у турков были основания видеть в армянах угрозу собственной безопасности. Восточной границе угрожала Россия, а турки считали, что армяне собираются их предать, так что они находились в состоянии войны. Происходило переселение жителей. Шансанье не только снимался в фильмах, но и писал музыку к ним. Настоящим хитом стала песня «Вечная любовь». Помимо создания музыкальных произведений, Шансанье известен как автор нескольких книг. За годы жизни Шарль успел опубликовать три автобиографии, в которых поделился с читателями яркими деталями своей жизни и творчества. Также отдельным изданием вышел сборник текстов песен, написанных французом в разные годы. Азнавур часто утверждал, что вряд ли смог бы жить в Армении. Но артист всегда помнил о своей родине и посвятил ей много композиций. Уже в 2008 году Азнавуру присвоили армянское гражданство. Личная жизнь певца оказалась такой же насыщенной и яркой. Шансанье впервые женился в 21 год. За всю жизнь он был трижды женат. У него шестеро детей и четверо внуков. С третьей своей женой, шведкой Уле Торсель, певец прожил более полувека. В последние годы Шарль продолжал концертную деятельность, но уже не так активно, как раньше. В апреле 2018 года должен был состояться концерт-шансанье в Санкт-Петербурге. С репетиции Азнавура увезли на скорой в одну из клиник Петербурга. Артист обещал вернуться в Россию через год. 1 октября 2018 года маэстро скончался на 95-м году жизни. Великий музыкант умер в своем доме на юге Франции. Азнавур находился в ванне, когда у него развился отек легких. Артиста похоронили в семейном склепе в коммуне Монфор-Ла-Мури под Парижем. Великий человек для всего армянского народа.